всем привет с вами магазин горные вершины я андрей сегодняшнем видео речь пойдет о такой части снаряжения как горнолыжные палки казалось бы несущественная деталь некоторые даже катаются без них хотя во многих случаях палки очень нужны а иногда просто даже необходимы палки нужны чтобы оттолкнуться докатиться до подъемника либо если вы катаете фрирайд там палки просто необходимы без них кататься прям очень будет сложно и так сейчас я вам расскажу покажу на что стоит обратить внимание и чем же глобально все палки отличаются друг от друга погнали горнолыжные палки можно разделить на три основных вида универсальные трассовые и фриски и палки из чего же состоит горнолыжная палка темляк рукоятка древко лапка или колечко и называют и наконечник разделение палок на трассовые универсальные и фриски палки она достаточно условно но тем не менее есть нюансы чем же они отличаются сейчас посмотрим основное отличие трассовых палок это маленькая лапка маленькая колечко сделано для того чтобы когда вы идете трассу не стоят вешки чтобы вы не цепляли колечком вешки не было у вас потери скорости при этом также в качестве материала древко трассовых палок часто используют карбон что делает их более легкими опять же дает прирост вам к скорости также многие модели трассовых палок предусматривают установку такой вещи как гарда для защиты ваших рук от ударов вешкой если вы ставите гарду на карбоновой палки на некоторых моделях есть такая неопреновая защита чтобы не повредить древко при установке гарда универсальные палки имеют колечко несколько большего диаметра чем трассовые палки материал древко это в основном алюминий хотя бывает и карбон и разного вида рукоятки и темляки фрески палки палки для фрирайда будут отличаться прежде всего широким колечком широкой лапкой сделан для того чтобы в глубоком снегу палка сильно не проваливалась когда вы и отталкиваетесь материал древко таких палок это в основном конечно же алюминий но иногда встречаются и карбоновые палки на многих моделях фрирайдных палок есть такая вот возле рукоятки накладочка из резины или неопрена это сделано для того чтобы когда вы идете в гору вы могли взять палку не только за рукоятку но и перехватить ее вот в этом месте если вам нужно куда-то карабкаться вверх потом вы можете ее взять вот за рукоятку таким образом регулируя длину пару слов о рукоятках палок чем же они будут отличаться прежде всего это материал из которого они изготовлены бывает в основном либо из пластика либо из плотной резины либо неопрен пластиковая рукоятка простая недорогая но в определенных условиях может быть немножко скользкой резиновая рукоятка отличный вариант хорошо держится в руке не скользит практически ни при каких условиях неопреновая рукоятка тоже очень хороший вариант при определенных условиях скользит даже меньше чем резина но есть один недостаток если вы часто роняете палки или катаетесь большой снегопад рукоятка может покрыться коркой льда Она быстро впитывает влагу и обледеневает. Поэтому для фрирайда не рекомендовал бы палки с такой именно рукояткой. Темляки. Это, собственно, петелька, которая у нас одевается на нашу перчатку. Бывают самые простые в виде просто вот такой вот стропы. Бывают более навороченные, с возможностью быстро регулировать вот тут на липучке. Также бывают анатомической формы и с возможностью быстрой регулировки вот здесь на такой клипсе. Ну и на некоторых моделях бывает такая вещь, как темляк-капкан, как на беголыжных палках. Он одевается вам на перчатку. Вот таким образом просовываете сюда палец. И можно его даже отстегнуть. И когда надо, просто засунуть и пристегнуть. На большинстве гранолыжных палок темляк отстегивается. В случае, если вы решили устроить распродажу снаряги на склоне, когда вы разобрались, лыжа в одну сторону, маска в другую, палки в третью. Если у вас ее как-то завернуло, происходит вот такая вот вещь. Палка у вас улетает, темляк остается на руке. Кисть целая, палка до свидания. А на некоторых моделях палок это усилие можно даже регулировать. Делать его больше или меньше. Ну и пару слов еще о деталях, на которые стоит обратить внимание при покупке палок. Рукоятки бывают разной анатомической формы. С вырезом под четыре пальца или под два, в зависимости от того, четыре у вас пальца или два. Но я имел в виду, в зависимости от того, в каких перчатках вы будете кататься. Или это будут перчатки с четырьмя пальцами или варежки. На некоторых рукоятках есть специальный упор для кисти, что актуально, когда часто приходится толкаться, и она препятствует соскальзыванию кисти вниз рукоятки. Также на многих моделях палок, на колечках, есть вот такие вырезы для того, чтобы вы могли скрепить палки друг с другом вместе и удобнее было нести, они у вас не будут разваливаться. А еще палки бывают изогнутой формы. Но это не значит, что они бракованные. Это специальные спортивные палки. Такую форму им придали на заводе при изготовлении. Предназначены они для спортсменов, чтобы в стойке скоростного спуска иметь лучшую аэродинамику. Ну и в конце о самом главном. Как же правильно выбрать длину горнолыжных палок? Длина палки указывается на самой палке, как правило, в сантиметрах и в дюймах. И это, собственно, вот этот показатель. От рукоятки до наконечника. Общая длина палки. Как же нам правильно выбрать длину горнолыжной палки? Все очень просто. Надо взять палку, перевернуть ее, взять вот так под колечко, потому что подразумевается, что эта часть у нас воткнута в снег. Поставить рядом с собой. И таким образом должен получиться угол 90 градусов в локтевом составе. Таким образом мы получим оптимально удобную длину палки. По данной формуле, например, с моим ростом 1,85 метра, оптимальная длина палки для меня 130 сантиметров. От этой формулы можно сделать небольшое отступление, если вам будет это более удобно. Например, если вы катаетесь в парке, можно брать палки более короткие, чтобы легче было крутить, прыгать трюки. Если вы катаете фрирайд, то, возможно, вам подойдут палки несколько более длинные, сантиметров на 5. Ну вот, пожалуй, основные моменты, которые я вам хотел рассказать про выбор горнолыжных палок. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить нам лайки. С вами был магазин Горной вершины. Я Андрей. Пока!